Завершающей частью нашего третьего модуля является рассмотрение основных конструкций языка SQL DDL. В очередной раз оговорюсь о том, что очень сильно синтаксис зависит от конкретной СУБД, и поэтому, когда вы будете писать скрипты формирования или изменения схем баз данных на языке SQL, обязательно руководствуйтесь документацией по конкретной СУБД, а не смотрите классические какие-то книжки, учебники, где объясняются стандарты. Мы же в своем изложении будем использовать описание грамматических конструкций в форме Бекусанаура, а примеры у нас будут для нашей СУБД, в которой мы рассматриваем это MySQL. Итак, перейдем к тому, что мы будем рассматривать в рамках изучения SQL DDL. В первую очередь это простейшая операция создания схемы или создания базы данных, об этом поговорим сейчас. Немножко расскажем о создании доменов, о создании изменений таблиц. Это основы, основные операции DDL, которые чаще всего выполняются. Мы немножко смотрели и частично рассматривали конструкции языка SQL DDL, когда формировали описание триггеров и хранимых процедур. Сами процедуры и триггеры были написаны с использованием процедурных расширений, а формирование их в качестве структурных единиц конкретной базы данных было организовано с помощью операторов SQL DDL. И в следующих модулях мы посмотрим на формирование других структур, такие как индексы, например. И индексы также формируются с помощью операторов этого расширения языка SQL. Итак, давайте перейдем к рассмотрению тех элементов, которые мы хотим изучить в рамках нашего курса. Итак, первое — это создание схемы или базы данных. Тут немножко надо поговорить о терминологии. В действительности в разных СУБД под схемой и под базой данных понимают разные вещи. Например, в таких СУБД, как Oracle или PostgreSQL, под базой данных понимают некую сущность, которая может в себе содержать несколько схем. И эти схемы в каком-то смысле слабо связаны. Каждый из них имеет свой набор таблиц, свой набор представлений, хранимых процедур, ограничений и так далее. Фактически можно сказать, что в рамках одного инстанса базы данных мы имеем несколько практически несвязанных отдельных состоящих схем и самих баз данных. Например, в MySQL под схемой понимается... Ну, точнее, понятие схемы ставится в равенство понятия базы данных. Поэтому описание операции создания схемы или создания базы данных в MySQL эквивалентно. Однако стандарт определяет формирование новой схемы или новой базы данных с помощью оператора CreateSchema, который имеет довольно простое описание, которое обязывает нас после самого оператора CreateSchema указать название схемы, указать ее кодировку и, может быть, в каких-то случаях определить ее прямо в операторе создания схемы. Ну, это не всегда удобно, но, тем не менее, стандарт это позволяет. Пример для MySQL, для нашей базы данных, для нашей схемы интернет-магазина, приведен ниже. Вы, в принципе, могли его увидеть уже, рассматривая то, что генерировала утилита MySQL Workbench в процессе forward-engineering той модели, которая была выложена в качестве тестового примера. Итак, мы видим, что в этой операции используется дополнительный оператор IfNotExists, который проверяет наличие в рамках конкретной базы данных этой схемы, в рамках конкретного инстанса MySQL. Ну, и в случае ее отсутствия, собственно, создает. В том случае, если такая схема уже есть, просто выполнение оператора будет прервано без возникновения какого-либо исключения. Ну, и указывается кодировка, символьная кодировка, которая будет использована для хранения текстовых символов в этой базе данных, в этой схеме.